Приближаясь к летнему сезону, одесские пляжи превращаются в скопище металлолома, бетона и деревянных площадок. Вот уже пять лет городская власть никак не реагирует на нарушение правил оборудования и эксплуатации одного из пляжей на 12-й станции Большого фонтана. Вот то самое заведение, на которое местная власть уже который год подряд закрывает глаза. Отметим, что паблик Бичклаб регулярно устанавливает на песке деревянный настил, который выходит в воду более чем на два метра, а также деревянные бунгалок урезу воды. Таким образом, не остается ни сантиметра прохода вдоль моря. Хотя, согласно правилам оборудования и эксплуатации пляжей города Одессы, сооружения, что устанавливаются на пляже, предназначаются лишь для предоставления услуг морского отдыха или общественного питания, а также не должны иметь признаки капитальных сооружений. Такие сооружения должны легко демонтироваться и размещаться не ближе, чем 20 метров к береговой линии. Кроме этого, по законодательству каждый гражданин имеет беспрепятственный доступ к побережью морей. К сожалению, все это только на бумаге и никакого отношения к реальности не имеет. Безусловно, доступ к морю должен быть беспрепятственным для всех. За это должны отвечать как и власти общие, так и городские, которые, насколько я вижу, не принимают никаких действий для того, чтобы народ мог действительно отдыхать и беспрепятственно проходить. Это не единственное место на этом участке побережья, которое, как вы сами видели, уже, скажем так, захвачено, да, и не дает возможности людям ни пройти, ни отдохнуть, ни ничего сделать, скажем так. Если вы пройдете дальше, вы увидите там такие же заборы, которые закрывают стройки. Ну, безусловно, нужно обратить внимание сначала городских властей, которые это донесут до следующих и так далее, и так далее. Поэтому будем надеяться, что власти нас услышат, и как-то это наладится, и как-то все-таки права людей будут не так нарушаться, как на сегодняшний день. Это все народа, прибережные зоны, как бы негативно, конечно, но с нашими властями нету защиты у народа, и получается такое, что никуда народу прийти отдохнуть. Также взгляд со стороны. Мы встретили гостей из Львова, которые последний раз были в Одессе много лет назад. 34 роки тому в Одессе, ну, и почувала на 16-й станции, там в санаторий был. Вражение было от Одессы, достаточно такие, ну, маленькие будиночки, такие, в одном перехове, в двух перехове, ну, были в опер, ну, в оперетте и в театрах. Вот. А из этого раза мы, когда приехали, нам вот показывали, потому что нам внук и моя внучка, они нам презентовали отпочинок, то совсем иначе выражение. Ну, действительно, забудовывается все. Люди удивлены тем количеством застройок и особенно высотками в историческом центре города. Понятное дело, что время идет, и мы не стоим на месте, но есть вещи, которые должны оставаться неизменными. Отмечают, что во Львове очень ценят исторические здания. Там штрафуют даже за замену окон старого образца на новые. Даже векна в тех старых будинках, а там очень много в Львове таких, что они имеют историческое значение. И кто, а ли живут, такие, обычные люди. Ну, не знают же, там берут, ставят пластику и векна. Категорию, что штрафуют, и это не можно этого сделать. Чего не скажешь про Одессу. Застраивается абсолютно все и даже главная достопримечательность города – набережная. Местные власти закрыли глаза на заведение Public Beach Club. Через время их, к примеру, последовали другие. Ориентаторы напрочь забыли о том, что каждый человек имеет беспрепятственный доступ к морю. А своими настилами и сооружениями они лишают одесситов свободного прохода к воде. Местная власть же не спешит им об этом напоминать. Продолжение следует...